хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя михайлов русал владимирович год рождения 91 откуда сам родом родом город старая русская новгородская область какие вас к ракетные войска артиллерии должность командир извода сколько человек потом я здесь вообще по штату 8 человек у меня было здесь я был уже прикомандирован офицер сверхштата сопровождал воинские грузы с россией украина какие грузы были продовольствие вещи гуманитарка боеприпас боеприпас снаряды артиллерии разные клип ну от стрелкотни там 545 до снаряда 152 когда зашел украин 1 июля это летом уже да это первый раз первый раз а какое направление харьковская область чугуевский район где взяли плян в районе бригадировки тоже чугуевский район масел когда 6 сентября то есть почти два месяца на месте да а что делал это все время на территории украины ездил туда сюда да по указанию командира ездил получается примерно от поселка вишневка до ну почему иском района за ленту выезжал нет семья дети есть даже на ребенок ребенку сколько 6 лет контрактница куда офицер на контракте сколько платили при заходе украину при заходе 200 тысяч рублей в общем месяц да это суммарная сумма жена чем занимается нужна преподаватель математики в школе а вот после строчки сразу пошел на компакт а ну я отучился сначала в кадетском корпусе ракетно-артиллерийском девятый десятый одиннадцатый класс потом поступил в казанское высшее артиллерийское командное училище в 2008 году там три года проучился и перевели в санкт-петербургскую военную академию артиллерийскую там доучился в тринадцатом году получила лейтенанта и стал служить офицером то есть это понял что ты как бы с юности хотел служить да ну вот такая получилась у меня линия судьбы что я пошел военно почему стабильность что значит линия судьбы ну выбрал так вот что стабильный заработок это государственная служба вот служба родине а родители вот в какой-то семье родители чем занимаются рабочая семья обычная мама фельдшер была отец автомеханик слесари водитель тоже много русской области да я так понял да а какая средняя зарплата у них ну отца тысяч двадцать пять тридцать ну вот мать умерла но на пятнадцатом году и отец тобой живет а или отдельно нет я служу он получил я с тринадцати с половиной лет отправился кайский корпус и так где служу там и проживаю сейчас проживаю в городе гуси в калининградской области он рассказал стабильность и так далее то есть мотивом захода в украину были деньги мотивом захода в украину был приказ командования вот а деньги это мотив для жизни что как бы стабильная работа ну то есть ты не ты не отбрасываешь того что деньги были мотивом как бы ну для тебя тоже денег и так хватало даже на контракте меньше же платили перед заходом украину сколько платили ну так 55 тысяч примерно ну то есть там разница большая это в четыре раза больше да но и риск большой как бы за все за все время проведения военных действий допустим да где там в сирии еще где-то я как бы не участвовал вот и не рвался в компаниях нигде не брал участие да только в украину да да ну приказ поступил ехать на специальную операцию и я поехал но для тебя лично это освоили война ну практически когда ты находишься на поле боя это ну самая настоящая война вот то есть спецоперации это видимо название такое за что воюешь воюю по приказу за россию получается за родину а какие интересы здесь уставят россии вот за родину это родина для тебя вот лично ну вот харьковская область это родина вообще это все с бывшие страны там снг или советского союза как бы все братские народы и белоруссия и украина и так далее я так считаю ну естественно ехали с мотивом против террористов против нацистов и так далее там кто вот устраивал вот эти все саботажи все равно мирный народ гиб с целью освобождая освобождение ехали а как бы на поле боя у ты уже как я маленький винтик в этом большом механизме вот и когда я принимал участие как бы военнослужащих первый раз увидел ну вот я увидел первый раз когда меня в плен брали вот лично а так как артиллерист или допустим подвоз я осуществлял воинских грузов я как бы не видел лично противника я понял сколько населения украины не знаешь на все население украины было угнетено и поехал освобождать ну когда допустим я видел гражданских в тех районах где я работал но никаких негативных моментов не было с их стороны нужно не просто боялись ну сомневаюсь как бы что боялись ну хорошо сколько населения вот ты лично хотела освободить я лишь не хотел суббить я хотел если мне дали приказ я хотел выполнять свои обязанности ты три минуты назад сказал что ты ехал освобождать не ну идеология была такая что я думал что здесь как бы людей нацисты как бы угнетают угнетают ну грабят насилуют убивают я гражданский вы на меня кто-то грабит насилуют убивают меня это как-то видно ну вы находитесь здесь они там где происходят какие-то боевые действия где ну на на фронте на линию харьковской области когда были боевые действия начались я не знаю когда я приехал уже обстреливали и стоя с этой стороны как я знаю харьковская область нормально жила до 24 февраля я этого не знаю знаете да то есть вы говорите что ехали освобождать от угнетения тех кого обстреливали харьковская область нормально жила давайте я немного что-то покажу да да хорошо вы говорите вы не знаете да я вам просто покажу мариуполь знаете такой город да да я по телевизору видел да это украинский правда город вот это мариуполь до и после захода русских да вот это те самые фотографии на главный вокзал мариуполя видите это при нацистах так и вы говорите вот это при освободителях видите что сделал из главным вокзалом дальше донецкий областной пироматический театр центре мариуполя видите как нацист отстроили я продолжу а вот это сделали освободители ну не факт что это сделали все освободители нет контр батарейная борьба хорошо но это все случилось при заходе освободителей ну то есть вот видите как как все поменялось да он дальше конфи и вот так что сделали освободители вот это мариупольская мечеть сультана сул сулеймана вот что с ней сейчас до освободителей зашли прокомментируйте от ну я что если вот допустим разрушенные здания идет контр батарейная борьба в первую очередь которая сейчас и как бы практикуется идет вот и по-любому если страну уже начали отбивать уваженные силы украины то естественно и они тоже могли попасть по этим зданиям у меня не в этом вопрос у меня вопрос в этом что вы говорите что пришли сюда освобождать а как бы ну люди все хорошо как бы все хорошо у них ну как у людей все хорошо это части украины тоже страдали допустим от обстрелов несколько лет допустим если луган задание давайте будем все таки одну линию держать при нацистах все хорошо как бы все живут и так далее все строится заходит россияне и все рушит ну вы тоже можете показать одно допустим в россии да такой же допустим деятель блогер как вы будет показывать совершенно другие например назвите мне просто дайте мне контр-аргумент кто это показывает не знаю уже давно не смотрел не телевизор не youtube допустим сомневаюсь что сейчас вам могу сказать что-нибудь такое аргумент какой-то предоставить возник аргумента на на то что я говорю но это ужасно конечно что вот так вот это все случилось после после захода россиян которые пришли освобождать россии россия я думаю правительство россии не просто так вела войска есть значит какой-то смысл объясните мне тогда моем вот показывал как люди жили это что случилось после россии ну я не такой важный человек чтобы вам ответить на это вопрос военные ну я военные вы винтик большой системы я мадо я маленький винтик который многого не знает который выполняет просто свое предназначение свой приказ на какой он о чем в жизни в жизни мечтали мечтаю дослужить до пенсии и жить свое удовольствие вместе семьей короче всю жизнь как бы как бы пенсию до для меня сейчас вот в угле между нами разница сколько вы какой год рождение на 1091 91 между нами 10 лет вот я пенсии еще не думаю то есть я но еще молодой я могу работать еще а вы уже думаете пенсии я думаю о пенсии как в училище пошел она вот россияне они думаю до пенсии сколько на сети пенсии денег ну не знаю тысяч может 20-25 вот это смысл жизни до от кадетского училища это пенсия до смысла жизни ну пока да а за а там уже не знаю чем-то займусь то есть вы уверены что смысл какой-то есть да конечно есть а вот вы были на харьковском направлении да вот как бы пришли освобождать и вот сейчас харьковскую область отдали херсонскую область отдали россияне в чем тогда смысл был захода выхода это может быть маневр такой какой какой-то очень секретный и умный сейчас что-то будет интересное может например я не знаю там уже великие умы россии думают об этом ну как бы мне не положено просто такие операции решать вот как допустим вами решают я участник естественно решение но у меня маленькая задача убивать украинцев на месте поле боя ну по крайней мере не убивать украинцев вот противостоять противнику кто мой противник мне уже будет говорить мое командование так с кем вы воюете нацисты есть может быть и есть слизистский снаряд минимум 20 километров летит в среднем то есть то есть нацисты или они везде есть я скажу в каждом государстве по-любому они есть а именно здесь лично я нацистов не видел а когда были кадетом какие книги любили джека лондона в основном читал это что белый клык много рассказов белый клык там любовь к жизни мне очень нравится вот там описывается очень философия хридриха нитши красочно как человек борется за свою жизнь вам нравится нитши не нравится просто джек лондон писал по его как бы философии что вы знаете о нитши нитши что это был философ который пропагандировал жизнь как тяжелые как то что жизнь очень тяжелая но люди борются типа того я мало читал нитши но он вам нравится да ну так ну как бы вы вы к лондону пришли от лондона джека лондона пришли к нитши да да как-то интерполировал между ними он вам нравится да а знаете кто такой вообще нитши фридрих философ а знаете такой вот концепцией у нитши есть и барманж знаете что это такое уберманж если правильно это на человек вот некоторые считают вообще как бы принято да вот я мне кажется для вас делаю открытие сейчас да вам нравится нитши вот как бы на нитши да вот понятие барманжа супер человека потом как бы базировалась идеология нацизма и фашизм я этим интересовался поэтому я слышал я читал про нитши так маленькое описание там сверхчеловек и так далее между я рассказать джека лондона читал они а то что он там немножко что вам нравится типа нитши и так далее вот эти все его концепты может вы нацист все-таки нет конечно нет я как бы ну я читал нет я живу в россии а это многонациональная страна и я как бы даже против нацизма и так далее я не считаю никакую расу ниже друг может вы просто этого не понимаете нет понимаю иначе тогда у меня было бы какое-то другая может все-таки россияне это новые нацисты расисты сейчас называют вот эта вся идеология до встречать человека которому нам нравится нитши я так не думаю ну а так ваши личные права но это да только мои а вот когда были кадетом да что-то изучали в украине не только если на уроках на что знаете украине вообще об украине ну не знаю так по мелочи любите сало там не знаю похоже на русский народ также там у вас исторически там сложилось там то что мы как бы все вместе жили киевская русь было допустим ну как так мы вы многим не отличаетесь от русских от белорусов я считаю что значит не отличаемся ну то что в основном русскоязычные народы ну то есть язык можно сказать одинаковый вот пища одинаковые живут одинаково люди раньше советский союз был вообще все этому перероднились нам нравится советский союз но я не был я только родился в советском союзе и и все как бы но не знаю родители говорят что было хорошо дедушка с бабушкой говорят было хорошо как было нормально работали жили проблем не было у вас сын да да сын а вот если через 20 лет вот если теоретически родом меня вот он спросит папа что ты делал в украине он когда-то на ютубе найдет это видео вот что мы разговариваем ну он увидит правду что я выполнял приказ ну хорошо какой был приказ сын спросит может он будет не глупый все-таки человек приказ выполнять указанием его командира которого мне назначили дальше пойдет и скажет папа а если командир бы тебе сказал убивать гражданский ты бы это делал гражданских нет а воен военных если есть опасность если бои то да хорошо вот сам скажет вот ты же нацистов не видел значит это все они правда было то что говорили значит были не нацисты значит были какие-то тоже люди которые опасность представляли какую какую-либо политическую за людей то есть я правильно понимаю как бы ты слепо веришь тому что говорит руководство я верю своей родине своему команду родину чему вот что значит верить своему руссо и родине вот что такое родина для тебя чтобы верить это путин это мой главнокомандующего то есть веришь путину пути нравится как сказать нравится в своей политике но или так я политика не интересуюсь поэтому мы живем как живем а то что ты здесь это не политик то что я здесь да это ну просто не успел уйти из третьей засады ну так бы убежал от над огня когда меня обстреливали я ли говорю то что-то в украине зашел это не политик это работа это работа на служба родине родина стала надо ехать я поехал наша профессия убивать наши проверьте сия защищать кому вот у меня ты до сих пор не ответил на вопрос кого от кого я же говорил что на поле бои меня у меня залолик столкно тоже заходил кого-то от защищать нацистов здесь нет ты сам сказал я видел я лично их не видела не может быть скорее всего встал в окопе как куда снаряды сколько здесь нацистов знаешь знаешь на скорее всего много если сто пятьдесят тысяч россиян заходила с разных сторон группировка была сконцентрирована в феврале нет уж не только для атаки это может быть и для контроля столько войск может быть а вот для контроля чего для контроля нацистов которые для контроля нарезают где-нибудь прыгают нацисты угнетали как бы народ народ должен был был встретить и радоваться этому всему правильно так народ не понимает что где нацисты бегают где кто в нем по телевизору могут по на рассказывать что россияне нацисты убийцы я не говорю то что не было там каких-то происшествий как и она слышим там украинские военные много чего творили там с российской стороны я слышал тоже там были инциденты какие-то допустим но реально я не видел по крайней мере вот при мне как говорят там россияне там воруют унитазы ноутбуки мародерят вот я два месяца пробыл на территории украины при мне ни разу такого не было чтобы обидели гражданского чтобы что-то украли вот бы без зазрения совести могу честно сказать прям бубочки зашли украине кто прям бубочки не знаю что такое бубочка вот такие безобидные мальчики не безобидные с оружием то да хорошо вот послушающий что сначал той же самой специальной военной операции многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали чтобы помогать людям там на месте рискуя своим здоровьем и жизнью помогали другим людям удивительно ведь это не обязалов какая-то люди поехали по зову сердца это волонтеры да это он скорее своего города правда с молодежи он разговаривает что многие поехали помогать ноги помогаю на линии фронта россиян вам ну приходила гуманитарная помощь от кого вот ну от разных областей россии что там был вещи продовольствия для кого для военнослужащих на военнослужащих для нас именно лично для гражданских я не знаю при мне гражданским помогали я видел военнослужащие допустим дрова привозили вот это вот личное наблюдал допустим чтобы они ну не было электроэнергии это точно вот газ не знаю был у них нет но готовили на дровах и он при мне помогали до дровами а почему вот все общество украинское помогает васу вот твое мнение ну потому что они все нас одной земли скорее всего у многих родственники как бы воюют то есть нацисты помогают нацистам правильно понимаю ну как бы сказать это тоже я смотрю телевизор очень сильно украина превышает тоже нацию свою да нельзя у нас ну допустим и я как вспомню свой телевизор там такого нет россияне россия русский что 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 значит превышает сниматься ну очень очень сильно как бы то что очень сильно сплочены в данный момент это хорошо вот но такое ощущение ну там пропаганда постоянно по телевизору в с у в с у там мы победим вчера вот допустим даже смотрел репортаж как украинские женщины делали колбасу и пели про то что надо убивать русских оккупантов это уже как-то даже ну великую отечественную войну ну просто вспомнить для меня я лично свое мнение говорю то что там добей врага но не было такого там мочи там русских это мочи немцев там еще что-то меня а ты знаешь какие были песни в вторую мировую войну я военнослужащий очень на понимаю о чем в чем проблема например то что женщине поют мочи оккупанта россияне от оккупанта мочи русского оккупанта ну а кто оккупант может мы не оккупанты может мы просто но для украинцев оккупант ну для украинцев мы оккупанты но допустим ну на какой везде везде проскакивает мочи русских мочи русских там допустим это уже какой-то нацизм там до мочи про я не знаю кто пришел украинцы пришли на территорию в россии не смогли зайти мне вопрос ну а в чем тогда проблема что женщине поют мочи мочи русского оккупанта россияне сюда лишь а вот честно как-то дико как-то дико почему в этом ладно там а что не нравится у меня вопрос что не нравится ну ты оккупант нет оккупант для этого населения так и банк да и женщины которые там резали комп колбасу для вас у тоже оккупант оккупант им не нравится оккупанты потому что не убивают рушит города вот эти показан мариуполе так далее и они поют мочи русского оккупанта это же нормально ты не понимаешь этого да это нормально здесь видимо а где что это не нормально а где не нормально вот в россии страны вот например я даю вот россии например у нас нет такого ну лично вот я очень много там могу быть на службе гулять там еще нет такого там я русские слова россии никто не ходит не орет да люди там любят родину любит россии но такого допустим я не наблюдаю у нас такого не приветствовалось а здесь очень сильно поднимают нацию над по крайней мере над россия россию принижают да понятно война и так далее этом специальная война операция многие чему недовольны но как-то для меня это дико все а когда не должно было что женщин должны были пять просто я стараюсь понять логику твою за поддержку за помощь своих войск хорошо но вот этого там мочи русских даже если он я был в некоторых местах здесь да не столь отдаленных но ноутбуках наклейки хорошая русская смерть и так далее тоже как уже не знаю как идолы какие-то везде все расклеена написано там у кого-то на футболке череп там с цветочком вот этот непонятный но тут то есть ты не понимаешь почему тогда я понимаю что народ обижен там мы что мы оккупанты и так далее вот но это уже хорошо как ты а как россияне хотят удержать эту территорию если народ обижен так как ты говоришь поет ночи русского оккупантов у как-то это себе представляешь объясни мне лично на своем примере когда вот мы также солдатики людям помогали с дровами ничего такого не было вот и как бы даже проблескивали такие моменты что там они боялись наоборот высылу не знаю может быть они прикидывались перед нами вот а может это и правда была потому что кто-то там сплетни те же самые говорили что и машины по забирали все по забирали и свалили когда мы начали наступать но мне тогда и не было то есть я приехал позже вот но как бы уже разговоры об этом шли то есть люди хотели там россии ли я что-то не могу понять видимо да а что россия может предложить украине мир русский как что она предложила только войну но это военные боевые действия никогда не будет закончится по-любому и там уже будет видно жена тоже так думает как ты сейчас не знаю как она а до этого до этого да то есть молодец парень что идешь мочить нацистов до другую страну денежку немного при привезешь дадим из него на нем на немного поднимемся не денешьку убивай а не говорила там что-то там насиловать людей или так потому что на записи включали как жена разговаривать с мужем иногда россияне между собой деньги тут вообще ни при чем жизнь и деньги это совсем разные вещи я считаю вот и чисто ради денег я бы не поехал значит освобождать еще что здесь то есть это понимать для тебя украина не независимая суверенная страна ну как бы да и независимая суверенная страна но в связи с этими происшествиями так суверенная или нет ну по суверенную а сейчас но сейчас пока нет сейчас уже решается вопрос видимо как дальше будет эти открытия сделаю так как снится она остается суверен остается а вот объясни мне как бы присоединились части областей запорозка херсонской там был референдум да это что же выходит что украина заслав херсон и забрала часть россии сейчас что украина украина когда возвратила херсон она же сейчас забрала типа часть россии правильно наверное я не знаю что там по референдуму ну то есть присоединили это как бы за российским законом а то стали российской территории территории арав украина зашла и отхавала часть россии или как там я как слышал идут бои еще до сих пор нет херсон под украины не знаю я этого ничего не объясни пожалуйста могу военно может быть это просто такой маневр со стороны кого страны россии сейчас подгоним поближе кого войска противника и будет какой-нибудь маневр может в кольцо возьмут серьезно и отгонят обратно откуда в кольцо возьмут с какой стороны будут заходить не знаю с какой-нибудь страшную приднестровье смешно на найдет не смешно просто такие у меня вопрос задаете как будто я главнокомандующий это не ну ты же ну ты же приходился до освобождать кого-то все твоя те просто открытие сделаю перед войной здесь было 40 миллионов населения 40 миллионов населения поддерживает в суд все народ сбрасывается последними деньгами нами чтобы мочить русских это же воюет русский про россиян россиян сбрасывать денежку чтобы мочить все объясняет от феномен это в дурмане людей или как будут петь такие песни еще очень долго когда они победят то есть украина когда победит она будет петь как мочили россиян понятно что на года настроен негативно это заметно там может нет у кого освобождать здесь и люди хотят жить своей стране если народ настроен негативно ну если народ будет настроен негативно я не знаю там и захочет ядерную войну развязать что тоже надо будет оставлять это все на самотек кто захочет ядерную но если народ вы говорите если народ там хочет этого хочет того народ может захотите развязать ядерную войну какой народ уточни украинский то есть ядерам только угрожала россии до сих пор россия никому вроде не угрожает как бы угрожает ну а смысл угрожать если можно просто это моя я тоже спрашиваю так надо делать и развязать ядер россиян зачем если еще баллистические ракеты даже не полетели без ядерных зарядов которые могут сносить гостей ну то есть мы как бы нормально говорим ты сам вышел на то что народ как бы не хочет россиян и поддерживает как бы украинской в суда то есть это нужно эту территорию как бы разрушить полностью убить 40 миллионный народ я что-то не понимаю я считаю народ не хочет не хочет россиян да там женщины режут колбасу да и поют мочи русского оккупанта ну что то есть ты сам на это вышел что народ поддерживает весу весь народ украинский он сплочен не весил ты сказал что на волосу режут точно ты сказал что украинский народ сплочен против россиян ну как бы логически что не хотят россиян так что дальше этот народ давить давайте включим ядер я что-то не понимаю тогда зачем россиянам территорию это все ну то есть логику мне объясни немного я вот у тебя как у российского солдата это спрашиваю на полном серьезе ты признал что украинский народ сплочен поддерживает в силу воюет против оккупанта российского до такого как ты не могут взять что нужно баллистические ракеты зарядить просто объяснили выходит так это геноцид народа выходит народ не хочет я же говорю что народ может многого не хотеть допустим да и тем более я смотрел телевизор но украинской телевизор вот эти женщины может и поют там да про убийство россиян может быть но ты же сам сказал что народ украинский сплочен поддержки высу 20 минут назад это говорила чем сплочен все не хотят россиян народ сплочен что дальше ядером валить эту страну зачем ядером ядерным оружием тоже хотел по угрожать как я знаю президент украины первое время может быть даже и связи с этим еще специальная операция началась и чем я потому что зеленский я захотел да он захотел чтобы стране было единое оружие ты знаешь как я по новостям смотрел ты знаешь тут как буду пешки меморандум нет не знаешь до 93 год не знаешь 5 декабря подписали великобритания штаты россии не знаю что это такое вот годовщина было не нам о том что она дает что украины украины нету ядерного оружия на гарантии безопасности эти три страны как зеленский мог угрожать ядерным оружием по новостям смотрел что есть такой вариант серьезно что украина без ядерная страна что она хотела чтобы не было ядерное оружие и что это это уже большая угроза тем более те как которые были тут проблемы на украине какие проблемы здесь были ну что там этот как майдан и так далее заграждены какой страны российской улите до майдана но тоже как бы внутриковая проблема украинской ну а если появится ядерное оружие какой не стоп давай майдан вот что ты вот что где лично тебя касался майдан ну там были массовые беспорядки и что и что вот а россиянину лично какое дело до майдана опасно когда в государстве в котором проблемы еще и ядерное оружие появится допустим давай майдан возвратимся домой или тебе лично какая ну вот дело до майдан да никакого дела ну все закрыли вопрос значит аргумент несостоятельный но казаши лейтенант я же говорю когда в стране какие-то проблемы да там беспорядки и так далее это там непонятная ситуация происходит еще и появится ядерное оружие уже опаздывали где это было заявление зеленского вы просто объясним так где-то по телевизору я слышу то же все это ты а где вот это это ты все читаешь или смотришь вот эту всю байду вот так что у тебя в голове почему байдат как бы я эти говорю вот проблема с майданом ну какое тебе дело до майдана ну хорошо не до мне не до майдана вот перепрыгиваем с темы на тему нато угрожает россии нет ну слава богу все говорят нато угрожало а путин же говорит что нато хотела как бы напасть давай послушаем да все возможно может и хотела может и хотела может и хотела она они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности агрессивно расширяют географию экспансии на то веришь в это ты говоришь на то не угрожала здесь владимир владимир говорю ну подержи как бы главно командующих в этой байде ты говоришь не угрожала подержи на камеру говоришь меня просто официально как бы нато не угрожала владимир уже заявляла у меня как бы проблема здесь с информационным знаете как бы обеспечением серьезно конечно потому что пока здесь находишься как бы много не может посмотреть а по телевизору мало что покажут и по времени что так угрожала не угрожала после этого видео видимо угрожал ведь я более верю своему президенту неправильно думая старший лейтенант fall не жна то не угрожала это нужно на ходу вы на ходу сочинять это когда смотрите путина вот это все даже если не верите вот до этого до видео не угрожала показал путина который говорит что надо расширяться уже угрожала у вас мнение личное какое то есть там россии или нет конечно есть только говорит путин почему как говорит путин тоже лично есть просто смешно сидит офицер младший офицерский склад на вот российский даже ничего объяснить не может только видеть путина сразу менять свое мнение здесь как бы не моя не мне объяснять даже как бы показательно вот эти все вещи какие вот эти все вот с путиным и тогда очень посмотрели наше президент да я видел на здесь я видел 25 дней вы вороните нашу державу ридную землю и в день и в ночи и в мороз в будни то свята сегодня я завжди мы будем помятать про ваш подвиг завжди мы будем дополняти вашей работе и вклоняться вашей силе щодня завжди особенно сегодня традиционно я встречаю цей день на передовом с нашими эмбитиями сегодня мы на донбассе зону левых действий стала большей борьба ваша цена вищая но есть те что остается незменным сталем сталевым ваша відвага ваша витривка ваша воля а отже наша свобода ваша названность а лучше наша наша незалежность ваша за тяга и наши потяка за цель ваша мощность наших бортися цель бортись понимаешь что говорит он там да то есть президент это понимаю нацистский президента приезжают поддерживает вас у меня на линию фронта молодежь на линию фронта поехал на ну вот же светлая идея а где ваш президент на линию фронт нашему некогда у него дела на какие у нас здесь хватает командного состава президент приезжают поддержать своих бойцов президент на линию фронта не боится ничего может все таки украинцы за правое дело воюют и президент это понимает украинцы может быть за правое дело воюют россия тоже как бы военнослужащие по крайней мере вот выполнять приказы так кто воюет за правое дело определись ведь она я не могу здесь даже решать кто за правое дело воюет сначала нашего разговора были россияне ну конечно россиян уже а уже здесь заблуждение я воевал за правое дело за россию которая мне давала приказы поэтому у меня точка зрения только такая бы вообще как бы жалости не крапли не только к этому народу украинскому правильно я понимаю жалости ко всем нет у меня я спрашиваю о украинском народе и к народу и к украинскому и к российскому жалость но я имею ввиду что кто погиб в связи с этим действием неж добровольно же понятно мы все добровольно зашли хочу вас жалеть просто объясним лично по крайней мере мне жалко раненых и убитых за что за то что они лишились жизни и либо кто-то лишился а за что они лишились жизни ну вот если не было никакой идеи просто за приказ мой хрен с ним но честно тебе скажу за приказ но что хрен с ним но я так правильно не думаю ну они умерли за приказ они выполняли свой свои приказы они никто не понимают какой приказ если не понимает какой приказ но хрен с ним вот жалко украинским воинов потому что они защищают свою страну землю свой народ людей независимость этой страны свободу он видишь сколько эти идеала могу пересчитать а ты ничего не можешь только приказ лейтенант плох плохая информ подготовка у вас было немножко упустили мосту форум подготовка правда умерли за приказ твой хрен с ним если непонятно какой приказ ну согласись зато выполнил как положено удобрил землю украинскую ну скажи что сделал я тебе говорю ну удобрил землю украинскую потому что не могу понять за что они погибли за путин за путина за родину но если вы россияне готовы умеря умирать за путина ну пусть идут умирает ну что я сделал почему украинцы умирать за свой народ не только умирать выполняют задачи поставлены сожалению то есть и тех и тех у принца что-то хочет сказать украинцы никому ничего не хочу сказать россияне никому возвратишься все воевать если у меня нет если заставит не заставят чтобы верен да я ранен лично меня уже с новой проблемы физически не смогу то там и кривых и слепых и немощных посылают здесь сидели мобилизованными говорим я там болен с этим с не мог и все равно отправили это не аргумент в россии пока еще нет таких технологий чтобы не железную ногу поставили поэтому но тоже ходишь сам лично за меня не получится вы сидели в куб хочешь нет конечно желание участвовали бы в действиях никогда не было как гордость чтобы отдать долг до конца своей жизни прийти в черном пакете дома не хотелось я считаю что без черного пакета долг родины отдал и путин и путь